Первый вопрос, насколько длительной была подготовка, насколько длительной и сложной была подготовка, знаю, это три месяца ушло у тебя на это дело, как выдержать удалось тебе, твоей семье? После последней моей защиты чемпионов Европы, в марте месяце, мы начали говорить о том, чтобы я боксировал для чемпиона мира. И когда мы начали смотреть всех чемпионов, и всего четыре, то самый, скажем так, свободный и по времени возможность с ним боксировать, это был Кшисто Владарчик. Все сказали, Григорий, этого делать не нужно, потому что, скорее всего, для вас бой будет неудачно, как говорили моему менеджеру. На что мы, конечно же, сказали, нет, мы готовы. И практически с весны, с марта месяца мы начали уже просмотреть поединки, начали смотреть бои. И в середине июня я подписал договор, контракт на бой, на бой за делом чемпиона мира с Ширсиком Владарчиком. Первый сбор был в Испании, на Тенерифе, втягивающий сбор, тренировки один раз в день, шесть тренировок в неделю, много было бассейна, много было походов в горы, много бега и три раза в неделю примерно залбокс. Там очень хороший залбокс находится. После этого мы прилетели в Москву, неделю побыли и улетели в Армению, в город Цахадзор. Это спортивная база, олимпийская база, построенная в 1986 году перед Олимпиадой на высоте 2000 метров, очень известная в Советском Союзе. Сейчас она потихонечку опять вращается и туда начинают приезжать спортсмены. Так что были в Армении месяц, очень порадовала эта страна, я был там впервые. Очень понравился колорит местный, дружелюбные, очень люди, очень добрые, улыбчивые. Провели там прекрасное время, сделали очень огромный подъем, огромный объем работы. Есть такая известная гора, Алибек, ее знают все. Там встречались с тренером, с молодежным тренером по боксу в Армении. Он говорит, что со времен СССР Григорьевич все боксеры на гору Алибек поднимались. Он находится на высоте 3000 метров, набор высоты 1000 метров, примерно 380. Так что каждую субботу, у меня было 4 субботы, 4 подъема, каждую субботу я улучшал свое время. Начиналось с, по-моему, первый подъем был в районе 2 часов 50, туда-обратно. В итоге самое короткое время было 2 часа 18 минут. Вот, и 50-метровый бассейн, очень много бега, очень много взрывов, очень много мешков. Этот сбор был направлен на поднятие функциональных возможностей, на скоростность силовых возможностей, на силовые возможности. В общем-то, занимались физикой и набрал так много мяса, если можно так сказать. Заключительный этап был Чехов, 4 спарринг-партнера, великолепных боксеров, которые претендуют, каждый в своем весе, на звание чемпиона мира. Дмитрий Кудряшов, Артем Вахитов, Андрей Князев и еще один хороший боксер в Сербии. Так что почти месяц спаррингов, через день, по идее, это пятница. Это было очень и напряженно, и в то же время качественно. Три месяца упорных трудов, два раза в день. В боксе же знаете, разные хитрости есть. Где там подготовка? И есть одна из хитростей, это форма, перчатки. То есть перчатки могут быть маленько разные. Вроде бы все одинаковые, один вес у них, но они чуть-чуть разные все. И так получилось, что владарчик вышел в самых опасных перчатках. И говоришь, расскажи, пожалуйста, эту историю с этими перчатками, что они из себя представляют. И главное, почему тебе было все равно, в каких перчатках боксировать подачку? Прошло взвешивание, потом после взвешивания роллсмитинг, когда команды встречаются, представители команды выбирают перчатки, в которых боксеры будут боксировать. В тех перчатках, в которых я боксировал, я знаю. Я заказывал это мои перчатки для моей руки, поэтому я знаю, что мне присутствует не нужно было. Поляки были на этом мероприятии. Был вот Виталий Викторович, Сергей Товальевич мой был. Вот Виталий вдруг звонит, говорит, слушай, тут такая история. Николаевич немножко запереживал или что случилось. Поляки говорили, чтобы в грантах боксировать, в перчатках, название грант. А достали верласт Мехико. Мехико, да, это самые тонкие перчатки. Ну, если показать, ну, наверное, вот такой толщины. Ну, сантиметра, наверное, нет. Ну, сантиметра, да. Сантиметром, это самые тонкие перчатки в признании в боксе. Многие в них отказались боксировать. Допустим, яркий пример, когда Денис Лебедев боксировал с Гильерман Джонсом, он боксировал, Гильерман Джонс боксировал на тех перчатках, которые выбрали шестокладарчик. Флойд Майвейзер отказался от боя, запретил Майдане боксировать в этих перчатках. Это они хотели тоже. То есть, ну, достаточно опасные с точки зрения гематома и сечений. Практически тебя бьют голым кулаком. Ну, в общем-то, я говорю, Виталий, а у нас было договоренность, я боксирую свои перчатки, когда контракт подписывали. Шишто-банк, боксирую свои перчатки. Мы прописали. В контракте название перчаток было прописано, так что сейчас уже нечего было паниковать. Звонился Николаевичу, у тебя, конечно, как дела? Он говорит, да нормально, там поляки, что-то, у тебя перчатки странные. Я, Саня, конечно, мне на самом деле без разницы. Я говорю, пусть он хочет с Минцовой перчаткой боксировать, я не собираюсь пропускать удары с Николаевича Бутовым. Уху, Гриша, в этот ответ. Все, все, все хорошо, все, ты мне восполагай. Собственно, в бой на каташон я практически не пропустил. Ну, очень мало ударов, не знаю, там, 3-4 их можно посчитать. Очень важен боксинастрой, очень важен твой внутренний настрой, мир. И на самом деле, если бы, если бы, ну, так сложилась ситуация, если бы нужно было боксировать голыми руками, тогда я боксировал голыми руками, мне было все равно. Семья очень сильно меня поддерживала, и у меня был сюрприз перед боем. Моя мама прилетела в Москву, я об этом не знаю, на передвешивании сзади приехала, и на пороге появилась. А я с ней утром говорил, еду, пусть сразу при маме дела. Да, все хорошо, Саня молчит. Саня уже была в Москве. Так что у меня, у меня со мной все было вот эмоционально. Моя семья сделала все для того, чтобы я был спокоен, чтобы я был уравновешен, чтобы внутри у меня была гармония. Жена, ну, все понимали. Вы знаете, а вот, допустим, Юля, мы, мне кажется, очень сильно волновались перед боем, когда боксировал с Мастернатом. Перед боем, не что поведет, и все понимали, боксер с нулем, без поражений, молодой, и, наверное, будет непросто. После этой победы, как-то, не знаю, у всех со напряжением ушло, и все понимали, что это просто мой шанс, которого я долго ждал, я должен его использовать. И так вела себя жена, моя мама, мои близкие, и все было приколепно. Мы очень много просмотрели боев соперника, вот, и мы выбрали очень правильную стратегию. Виталий Миллер появился вообще в моем углу не в этот раз уже, вот, очевидно, раз неспроста, потому что я считаю его одним из самых умных аналитиков, людей, которые умеют читать бокс, умеют видеть картинку. Кто-то умеет боксировать, но он не совсем разбирается. А вот Виталий может видеть со стороны и говорить четкие моменты. Поэтому очень-очень-очень большой процент выбора именно такой стратегии лежит вот на этом человеке, на этих мячах Виталий Миллер. Очень много нюансов, которые я сам замечал, когда я уже приехал в лагерь, и говорили, слушай, вот такая история, вот здесь так, вот здесь так, вот здесь левый сбок, вот смотри, вот здесь оттягиваться, здесь так. Поэтому я считаю, что мне повезло с командой, и у меня очень сильная команда. Тактика была идеальная, самое главное, мы ее выдержали. Даже Тео-офф, которые были во время поединка, как Шиш, что там садился на колено, да, там пытался меня спровоцировать, была четкая остановка мне в углу деталей, и Тео-офф, что сказал, не вплывайся мучью, не иди в обмен, не попадешь или пропустишь, ни при каких расставках. Я пытался это сделать, но и будет, как все получилось. Уверенность того, что мы хорошо ведем бой, что у меня все получается, мне пришло примерно с третьего раунда, со второго, с третьего. И это, наверное, было по нарастающему, по нарастающему. И во второй половине боя я совсем понимал, а в WBC еще есть такое правило, после каждых четырех раундов в зале отзвучим тачки. И после восьмого раунда я понимал, что я веду практически все раунды очень хорошо, и ни в коем случае нельзя было рисковать и делать ошибки. Добрый вечер. Григорий, я хотел бы интересоваться, вы планируете завоевать остальные по другим версиям, то и сами. У нас есть такие планы, и я бы с удовольствием попробовал обменить титул. Первое, это защита этого титула, защита WBC. Конечно же, если предоставится возможность, сможем договориться с другими чемпионами, с Марком Хуком или с Павлом Аннаносом, то я постараюсь это сделать. Я благодарю всех, я понимаю и чувствую вашу теплоту, ваше внимание, и понимаю, насколько я сделаю большое-большое дело. Я еще хотел сказать о том, что победы просто победы не бывает, и не бывает победы одного человека. Очень много людей приехало с Кузбасса, очень много людей купило билеты на самолет, на сам бой, и присутствовали в зале, потому что они знают меня, и мы земляки. Поэтому это огромная энергетика, которая присутствовала в зале, и я ее чувствовал. Я знаю, что, как сказал наш мэр, Валерий Анатольевич Гаранин, что, ты знаешь, в эту ночь, как будто в Новый год, в домах горели огни, да, люди смотрели твой поединок, и это было не просто бокс, это было какое-то событие. Поэтому я с огромной ответственностью понимаю, что я сделал, и большое вам спасибо, и всем жителям нашего региона, и вообще жителям России, очень много за меня болело. Я постараюсь эту ответственность нести, постараюсь не разочаровывать, а наоборот радовать, и брать обороты все больше и больше.